Вас приветствует подкаст UwebDesign. Сегодня понедельник, 24 ноября. Мы сегодня с Никитой вам несколько тем подготовили. Первая будет про войну кодеков в целом и про видеокодеков. Про кодек H.265 в частности. Вторая будет развлекательная тема про FLIRT.MATZ. И третья поговорим про одну из фич нового WordPress 4.1, который грядет в декабре. Мы откажемся наконец-то от стилизации страниц Custom Header, Custom Background в админке. Погнали! Ну давайте с первой темы начнем. Никита на хабре увидел статью. Я сам туда не очень захожу. Но вот да. В блоге компании Intel статья называется H.265.H.E.V.C. Оптимизация под архитектуру Intel. То есть речь пойдет про кодек H.265. Кстати говоря, эта статья это перевод. И если посмотреть, то исходник он был написан еще в феврале 2014 года. То есть чтобы как бы понимать немного бэкграунд. Да, 26 февраля. H.265 это такой проприетарный кодек компании Impeg. И сейчас на него возлагают большие надежды, потому что при том же качестве он дает намного большую степень сжатия. И соответственно с ростом, развитием 4К видео, 4К вообще контента, он выйдет на арену. И фильмы в 4К будут занимать примерно столько же места, сколько и Full HD фильмы в наше время. Но сейчас начнем с самого начала. Главный конкурент H.265 это гугловский VP9. Он опенсорсный, я так понимаю. Ну в общем он бесплатный. Бесплатный кодек, который они повсеместно внедряют в своих браузерах и хотят, чтобы он захватил мир. Но на самом деле, конечно, как мы знаем, H.264 почему стал популярен. И в какой-то степени, наверное, многие со мной не согласятся, но выиграл вот эту предыдущую войну H.264 против VP8. Потому что его поддержка была реализована на аппаратном уровне. И даже ваши там смартфоны спокойно раскодируют его. И поэтому вообще появилась возможность как-то отказаться от флэша в пользу железно ускоренного HTML5 видео. И сейчас при развитии вот таком бурном 4К видео, если бы мы сжимали его H.264, то там один фильм бы занимал порядка 150 гигабайт и более. А носители информации у нас по-прежнему максимально это Blu-ray. Ну естественно, какие-то каналы интернета. Но естественно, передавать такой дикий битрейт, чтобы один фильм 150 гигабайт нам показать в реальном времени, таких сетей у нас тоже нет. Поэтому необходима более высокая степень сжатия при сохранении качества. И поэтому H.265 на самом деле это не очень новая такая инициатива. Ей уже несколько лет, сейчас она развивается активно. И последние инструкции, которые поддерживаются в Intel-овских процессорах, начиная с Haswell семейства, а в X2 они уже дают существенный прирост при кодировании и декодировании. Это можно уже посмотреть. Ну, обладатели таких машин, я думаю, уже ставили себе там последний VLC-проигрыватель или там Keylight Codec Pack для декодирования таких видосов. Мы вот скачивали сегодня тестовые видосы с торрентов самсунговские для демонстрации того, как 4K-видео выглядит у нас на... Не у нас, у них на телевизорах, поэтому... У корейцев? Да, прямо у корейцев и в выставочных залах вот этих вот в MVideo самсунговских. Короче говоря, H265 шагает по планете, его Blu-ray уже лицензируют. К весне 2015-го они уже его лицензируют, и к декабрю 2015-го появятся первые какие-то носители. Ну, не носители, а контент и проигрыватели. То есть, я думаю, в середине 2016-го года мы очень сильно будем говорить об этом в России, будем покупать фильмы Blu-ray в 4K, нужно будет обновлять телевизоры, но... Чтобы это все как-то приурочить к нашему подкасту, поговорим про веб. То есть, в свое время вот H264 выиграл, но на самом деле YouTube все равно поддерживает WPP, и даже андроидовские телефоны, насколько я понимаю, как-то его лучше раскодируют. То есть, ну, какая-то определенная часть рынка довольно-таки большая, у WP8 есть. И вот с WP9, наверное, будет та же самая история. Сейчас активно про технологию веб-РТЦ все говорят, то есть, вот это связывание двух клиентов через веб-интерфейс, как Skype, и вот там внедряют поддержку WP9, про H265 пока молчат. Поэтому для какого-то широкого потребительского рынка, вот именно веб-разработчиков, наверное, будущее H265 не так радужно, как в индустрии кино и каких-то более таких промышленных вещах. Там, я думаю, Intel сейчас вот уже это все оптимизирует, и успеют весь рынок охватить. Я думаю, там не будет никаких альтернатив, поэтому, ну, посмотрим, как это будет развиваться. Мне вот это очень интересно. Но если говорить про H265, то, ну и, соответственно, WP9, это тем более. Кодирование, декодирование нельзя пока ускорить с помощью графического адаптера. То есть, ваша видеокарта с CUDA-ядрами не будет помогать вам в кодировании, декодировании. Нужно будет брать хороший HESVAL или BROADWELL, который вот выходит в феврале-марте, для того, чтобы добиться каких-то результатов быстрых и так далее. Ну, не говоря уже о том, что проигрывание 4К, оно тоже требует еще и хорошего экрана. И то, что у нас сейчас пока продают, я думаю, либо очень дорого, либо очень плохое. Поэтому... Мне вот интересно, если про деньги говорить, то, допустим, вот у нас на Blu-ray'ах этот, ну, H265, да, а в интернете у нас, допустим, WP, то вдруг, допустим, если по деньгам выигрывает WP, то, ну, допустим, что через него больше денег идет, в принципе, видео смотрят больше в интернете, чем на Blu-ray'ах покупают, то, может быть, развитие пойдет в WP сильнее. Может быть, такое? Дело в том, что WP именно в WP-RTC, то есть связывание по веб-видео типа Skype'а. Что касается потоковых сервисов типа Netflix'а, то здесь они точно так же будут в H265 вкидываться. Я не знаю, здесь в этой статье было или где-то я в другом месте видел. A8X, например, процессор, если говорить о компании Apple, начиная с шестого iPhone'а, включила у себя в FaceTime поддержку H265. То есть непосредственно сам процессор также на лету занимается раскодированием. Если посмотреть по аудитории людей, которые Netflix смотрят, в основном американцы, ну и не только Netflix, другие такие. То есть большинство аудиторий получается. Да, то есть большинство аудиторий, опять же. И даже, ладно, количество. Это, когда мы говорим о рынках, важна еще и платежеспособность. То есть то, что 100 тысяч китайцев сидят с андроидами, они никак... Они не купят ничего. На них не зарабатывают деньги стриминговые компании, поэтому это просто бессмысленно делать ставку на ВП вот в таких промышленных масштабах. С учетом того, что Apple уже у себя поддержку H265 включила, поэтому я думаю, что здесь... И, кстати, Microsoft их поддержала. То есть здесь Microsoft и Apple, они сражаются прямо против... Против Google. И я вот лично за них болею, потому что я просто... Вот Google — это компания зла у нас на сегодняшний день. Ну да, корпорация зла. Да, корпорация. Ну что, как ты думаешь? В принципе, все, да, рассказали? Ну мы рассказали там и все, но пишите в комментариях, что думаете вообще. Да, кто процессорный гений. Ну, процессорный гений, понятно, кто. Но вообще, зачем будущее? Как вы думаете, вообще стоит ли... Нужна ли такая война форматов? То есть на самом деле, мне кажется, это очень здоровая конкуренция, при которой мы-то все в конечном итоге только выиграем. Ну и я... Сколько бы я не любил там какую-то политику американских лидеров, мне нравится их культура, и поэтому вот H.265 — это какое-то такое более американизированное, что ли, это... Ну, ребята сделали хороший кодек. Почему не платить им роялти за то, что они это сделали? Ну, я просто к тому аргументу, что VP9 — это бесплатный кодек, а H.265 — это проприетарная разработка, и ребята требуют денег за это. Ну, они, собственно, уже доказали своим H.264, что они крутые. Ну, конечно, конечно. Поэтому, ну, я думаю, что будем за этим следить. Мне прям сильно нравится эта тема, и надо скорее... Скорее ждем Бродвелл, чтобы обновиться, попробовать как-то кодировать, смотреть, что из этого выйдет. Ну, что касается YouTube, у них, естественно, VP9 4K показывают, и во всех браузерах поддерживается, и в Firefox, и в Google Chrome, и в Opera, которая там тоже на WebKit. А вот и E, и Safari, они пока не ввели эту поддержку, но, собственно, и не будут. Они ее как не вводили, так и не собираются. И для этого YouTube уже и H.265 тоже подключает плавненько. Поэтому ждем, надеемся, и переходим к следующей теме. Так, ну, теперь мы вас немного расслабим, так сказать. Ребята из Сан-Франциско придумали флирт МОДЗИ. Причем идея-то очень простая оказалась, просто залить практически картинки расширения ПНГ на ресурс, который можно просто себе скопировать на телефон и отправить сообщение. Ну, и авторы просто призывают, что хватит обычными МОДЗИ, ну, которые у нас есть уже, которые есть там в Apple-телефонах, в Android, которые сейчас добавили в Twitter. Мы, кстати, когда-то говорили про то, что вот добавили МОДЗИ в Twitter. Что-то было у нас такое. Мы даже потом в паблике выкладывали Twitter после этого опенсорсного этот шрифт, и теперь его можно добавить куда угодно. Если вы делаете какой-то чат, какое-то веб-приложение, можете воспользоваться опенсорсным твиттерным шрифтом. Да, там причем достаточно милые такие МОДЗИ, не то, что даже мне больше нравится, чем в телефонах, они какие-то все такие, ну, прикольные. Ну, вот мне меньше нравится, но не будем сейчас это Холивар устраивать. Вот, да, это злостый Холивар по поводу МОДЗИ. Вот, и авторы-то призывают, что хватит с помощью обычных МОДЗИ, которые там бананы там и так далее, кидать с теми, с кем вы флиртуете. Пора уже кидать нормальными флирты МОДЗИ, которые вот они нарисовали и придумали. Причем, к сожалению, платный пак, то есть первые 15 МОДЗИ бесплатно, а остальные-то вот как раз платно. Причем за пак за каждые 15 еще? Я не помню, но вот давай посмотрим. Где-то МОДЗИ, здесь забегая вперед, вот так их сайт выглядит. И на самом деле это просто ПНГ-картинки, которые можно скопировать куда-то и отправить, поэтому очень бесхитростные. Основная работа была в том, что они это нарисовали и у них хватило фантазии на какую-то, ну, дикую кучу. Можно хоть тут, да, очень много, на самом деле. Вот, несколько паков. Тин Дрим, Той Лэнд. Ну, тут написано 15 МОДЗИ, но вот здесь я как минимум вижу на предпросмотре, может быть, больше, ну, не знаю. Короче говоря, их тут несколько. Короче, если вы очень извращен... у вас очень извращенный ум, то можно купить все эти паки и просто бесконечно рассылать, в принципе, не разговаривать словами. Да, но мы бесплатные попробовали покидать. Они доставят... Они в ПНГ и там что-то... Ну, сейчас я вот зайду вот в обратно. Посмотрим, сколько они по размеру. По-моему, они там 50 на 50, может быть, 256 на 256. Сейчас я посмотрю. Так, вот он, SRC. 100 на 100. И в iMessage на телефоне они выглядят достаточно размыто. То есть здесь, ну, здесь бы как-то векторные картинки, потому что сами-то iMessage векторные. Ну, это шрифт, естественно, они векторные. Поэтому, ну... Здесь даже тогда нельзя получается назвать iMessage. Это практически просто пак картинок. Ну, iMessage, это же, я так понимаю, типа стиль того, что у тебя вот есть смайлики. Это японская тема. То есть то, что это шрифт, это уже потом сделали. Я вот iPhone'ами пользуюсь версией со второй прошивки, и тогда у меня он еще был взломанный, у меня стояла CD. Тогда не было официально нигде iMessage. Я ставил твики, которые добавляли это. И там они еще тоже были все размазаны и беспонтовые, как картинки. То есть, ну... То, что это переделали в шрифт, это уже заслуга японцев, наверное, они сами это популяризировали. У них довольно давно это уже все есть, поэтому, ну... Они, возможно, даже этот пак тоже ведут, потому что здесь... Здесь, на самом деле, для японцев. И... Ну, и автор просто призывает, что, во-первых, в этих паках есть все для любых рас, любых полов, полов любых... Ну, гендерный, понятно, это опять же, полов любых сексуальных, так скажем, этих... Ориентаций. Да, ориентаций. Сложочек, он в бесплатный пак входит. Да, к сожалению. Вот. Ну, в общем, это прикольная тема, просто, может быть, для кого-то это будет, так скажем, толчком сделать свой стартап по такую тему. Может быть, какие-то MNZ еще прикольные, для слесарей, например. Путешественников. Для путешественников. Я лучше для слесарей, мне в голову не пришло просто первое. Просто отправляешь дядю Васю в сверло, и он такое тебе дает там, но на 9, не знаю, на сколько. Да, причем тоже в телефоне. Но я почему-то, ну, может быть, лучше они как-то имплементацию все-таки сделаю, потому что, ну, прям как-то криво, косо и хреново. Вот зайдем к ним на Инстаграм, посмотрим, что они говорят нам. Ну, они их просто выкладывают. Потихоньку пиарят. Молодцы. Главное же счастливым быть. Главное делать то, что нравится. Вот им нравится это, ради бога. На самом деле, вот на The Verge можете почитать интервью с девочкой, которая это сделала. Созрела. Одна из, да, созрела, видимо. Переходим дальше. WordPress 4.1 to remove custom background and header admin screens. Если вы когда-нибудь делали темы для WordPress org-репозитория или просто делали темы с поддержкой нативных всяких вещей, то наверняка сталкивались с вот этим header background. Это такие штуки, которые используют нативный media uploader для того, чтобы куда-то поместить картинку. То есть, в случае background обычно ты это или к бодику или к чему-нибудь применяешь как CSS-свойство background URL. В случае с header ну, в разных темах по-разному. Где-то я видео это использую для того, чтобы сделать картинку для логотипа. Где-то реально шапку header. То есть, ну, это API, которым удобно пользоваться для того, чтобы, ну, как-то кастомизировать пару-тройку изображений у себя в теме. И для того, чтобы его использовать, нужно было в functions.php, ну, или если вы умный человек и делаете абстракции в какой-нибудь, я не знаю, custom header.php, который вы потом впоследствии подключите в functions.php, описать еще и верстку для непосредственно самой вот этой вот страницы в админке. теперь этого делать не надо. Вот здесь твиты некоторых ребят из automatic, в которых они пишут, что в 4.1 это уберут. Все это будет просто в кастомайзере. То есть, сейчас вот на ссылочку здесь нажму. Там у них прямо написано, что они это сделают. Ну, вы помните, как выглядит кастомайзер. То есть, вон они. Хоп, и уже через нативный, опять же, API. Вы могли это и сами сделать, но, собственно, в некоторых темах я такое видел, что просто это вынесено в кастомайзер и все. Ну, теперь это легально, не нужно запариваться с вот этой версткой, потому что там нужно было inline CSS писать, мешать PHP, CSS, HTML. Это был дикий спагетти-код, от которого было просто противно. Вот сейчас нам разрешили от этого избавиться в пользу каких-то абстрактных вещей. Это классно, это очень по-программистски. И поэтому ждем. Ну, это, ты говоришь, 4.1. Да, в декабре он будет. Ждем. Ну и к нашей уже ставшей, наверное, постоянной темой. Ну, я надеюсь, она станет постоянной, если у нас идея не закончится. Посмотрим какой-нибудь сайтик. Смотрим сайтик, да. Сегодня какой-нибудь сайтик, у нас сайт франчайзинга Вендис. Ну, надо, наверное, сначала сказать вообще, что Вендис это, в принципе, с 69-го года существует такая сеть фастфудов в Америке, ну, в основном в Америке, естественно, потому что это американская придумка. И главной фишкой это, как в Subway вы собираете гамбургер, только здесь гамбургер, ну, не гамбургер, а именно бургер, да, собираете сами. То есть, выбираете там топинги, все вот эти наполнители, будем говорить, вот, и там куча всего, можете собрать себе то, что хотите. Мы, на самом деле, когда были в Америке, я почему-то Вендис видел конкретно в основном не то, что гамбургеры какие-то, а именно обычные блюда, какие-то там каши или что-то, салаты какие-то. Второе, да, реально, салаты и второе постоянно в этих пластиковых контейнерах. Ну, видимо, бургеры, они просто вот бургеры, а контейнеры остаются именно из-под блюд, поэтому мы... Их приносили с собой. Да, да. Ну, на самом деле, вот, как ты видишь, здесь куча всего, и, между прочим, салаты это далеко здесь не основное, но... Да, на самом деле, нет, вообще, надо сказать, что в принципе все много, ладно, все, ну, допустим, скажем так, большинство американских сайтов выглядят достаточно, ну, как сказать, архаично. Вот, кстати, архаично это классно. Да, да. Я хотел сказать хреново, не успел. Архаично. Вот, но вот, допустим, сайт Вендис, он хоть и достаточно скиломорфный, но тут всякие тени, все такое, в общем, вот, но, он, будем говорить, хай-течный. Он очень, да, он хай-течный и по юзабилити он классный. Я вот захожу к нам иногда в KFC и я не понимаю... А, нет, в KFC нормально, извините, Burger King я захожу и я не понимаю, что мне надо взять. Очень неконверсионные стенды, все как-то в разнобой, куча каких-то акций постоянно, к которым все равно еще предлагают каталог, сыр, в результате дороже всего все получается, в общем, это странно. А здесь вот заходишь и вот, я вот не думал бы, я бы взял Limited Time Only Bacon Portabella Melt on Brioche и не думал бы даже по этому поводу, потому что, во-первых, Lobster'ом Portabella написано, во-вторых, но он как-то, он так выделен, что для людей, которые не сильно запариваются по поводу того, что брать, это классно. ну да, мне кажется, прям вот очень конверсионно. Я, правда, назад не могу теперь вернуться. Ну ты ладно, ты покажи, что это все еще респонсивно, как оказалось. Да, да, я хотел. Обычно мы когда, ух ты, господи, Geolocation, да, я не разрешил смотреть, где я. Очень, очень адаптивный сайт, несмотря на то, что на больших разрешениях все равно, вот это меню, оно не остается по центру, ограниченное контейнером, оно вот сюда влево уходит. Ну, может быть, что-то поняли, может быть, я не знаю. Это еще не сильно противно, я тебе скажу. Ну, это, мы намного противнее видели. Здесь вот, самое крутое, что меню, оно не выпадает по наведению, вдруг ты случайно что-нибудь навел, тебя выпало, испугало, и ты ушел. Оно только по клику. По-моему, это тоже очень классно, очень здорово. Хотя, вот на самом деле, имплементация, ну, мы все, наверное, знаем, клик, наведение, ну, это различается, там, ну, хорошо, по наведению обычно делают только сессом, по клику, естественно, нужно написать джаваскрипт, но... Ну, ты вот сейчас, если зайдешь в гамбургеры, зайди в Dine, допустим, и в что-нибудь, да, в любое, там-то вот будет, к сожалению, наведение, но на телефоне это тоже не... они все хотят тебя узнать, что ты в Челябинске и не продавать тебе гамбургеры. Ну, это бог с ним, с таким наведением. Это потому, что, если я хочу уж прям, вот прям про какой-то сильно почитать, во-первых, у меня будут геолокации, во-вторых, там вообще уже просто у них другой интерфейс, то есть это... Да, здесь так круто, все везде по-разному, как классно. И красный цвет. И красный цвет заманиваешь. На всех американских сайтах всегда красный цвет, поэтому... То есть они знают, что это самое привлечение за внимание максимально, это красный. Три котлеты. там вот у них даже приложка есть на телефон, можно просто заказывать с телефона, не на сайт не заканчивается. Да, да, здесь у них, кстати, можно заказывать. И, что касается, опять же, главной страницы, она все-таки самая главная. View on Instagram. Тут твиты, посты, где твиты? Твиты дальше. Вот твиты. Там фейсбук. Ну, то есть, я так понимаю, можно даже было бы написать, чтобы это было рандомно, но они, я так понимаю, каждую прям продумали. То есть, во-первых, я сразу понял, что я возьму. Во-вторых, я пойду сразу find your nearest Wendy's. Посмотрю на Инстаграме, пока еду, зафоловлю. Ну, на самом деле, прям дико конверсионный сайт. Здесь сразу типа отзывы. Поддержка. Ну, я так понимаю, у них в Америке это главная тема, что они там борются с этим, против этого, поддерживают тех, третьих, четвертых. И вот эти резиновые браслетики, они тоже у них везде, работу найти. Если я все еще не ушел покупать Portobello find your nearest Wendy's, то я, возможно, хочу у них устроиться. Не дай бог, конечно. Тем не менее. Поэтому есть всевозможные калькуляторы, там, калории и так далее. Это даже есть, как это, лист. На рассылку подписаться? Да, рассылка, господи. We're open late. Даже вот, для самых таких настойчивых, которые все еще скроллят, даже вечером у них есть, причем какое-то, видимо, отдельное меню, кофейное. А завтрак, покажи, кстати, завтрак вверху, там, если на что-то навести. Вот, вот, breakfast. Ну, это... Тоже конверсионно. Ну, да. Кстати, да, то, что это прям отдельной какой-то штукой. Надо было, наверное, левее. Хотя, если бы он мой геолокацию узнал, он бы знал, что у нас вечер, он да, он бы справа оставил, но нет, на самом деле нет. Но было бы круто, да. Но ты дойди до низа, кстати, там красивые иконки, вот эти вот, они прям под дерево. В принципе, толстый футер, я вот всегда говорил, что толстый футер, это отстоя, они меня как-то раздражали. А потом, я был на сайте Mozilla Russia и хотел посмотреть просто по-человечески, как поддерживают они все еще свой мейл-клиент Thunderbird или нет. Я спустился до толстого футера и ожидал там найти мой... Сам толстый футер хотя бы. Хотя бы, да. И там этот, AWA Products, вот подобный перечень статей, которые... Уху, статей, страниц, которые у них есть на сайте и не нашел. И чтобы найти их, я прям даже сейчас зайду, будем позорить их нашу страну. У нас сегодня Mozilla.org, а Mozilla.ru против Wendy's. Так, это что-то не то. Mozilla.com, значит. Mozilla.com. У тебя орг уже... Да? Угу. Ну, я такой. Я же не разбираюсь в фитсайле, конечно. Зачем мне это надо? Мне нужно... Да, да, это оно, оно. Обязательно вот на эту штуку нажать. Вот только тут я смог узнать про продукты. Вот тут у них ничего нет. Обязательно делайте хороший толстый футер. Что касается юзабилити, даже если люди говорят, что они им не пользуются, не верьте им. На самом деле они им пользуются, я один из этих людей. Придут, нажмут. Да, я лицемер. Делайте сайтмэп для поисковиков. Ну, в общем, вот такой теплый. Ну-ка, как он будет адаптивно? Ну, вот это уже не очень, конечно. Ну, не дошли до футера, прям, чтобы уж совсем... Ну, подожди, я сейчас не буду с гипотетического какого-то... Вот я зайду с айфончика. Ну, более или менее. Можно было что-то как-то поумнее сделать. Хотя бы вот эти кнопочки в ширину. Кстати, что это? Картинки или... или что-нибудь поумнее? Ну, судя по тому, что я выделил какую-то одну там палочку, наверное, всё-таки это... Картинки, да. Да, бэкграунд, имидж, такой-то, такой-то. Ну, вот это упущение. Так не делайте. Лучше нарисуйте ещё один комплект иконок, которые вот так вот встают в ширину, то есть... Типа флирт и мази. Да, хотя бы. Вот на ипадике уже, кстати, хорошо. Причём, я так понимаю, они примерно под него и ориентировались, потому что, да, на 640, на андроидовских телефонах, на лопатофонах, уже у вас тут прям в красное дерево палисандр полный. Ну, вот это, причём по центру, вот это круто. То есть, я люблю, когда в футере всё по центру становится, на телефонах, мне как-то... Я уже, если дошёл до футера, я забыл про вот это правило, что все у нас читают по букве F, то есть, вот тут всё, а тут потом хоп и ничего. Футер уже всё-таки, если читают, то уже читают весь, поэтому... Ну, вот это можно было как-то чуть получше сделать, а во всём остальном потрясающий сайт. Прямо вот... Всем бы так продумывать юзабилити. То есть, с точки зрения дизайна, я думаю, у них и выбора особо нет, у них есть какой-то бренд-бук, в котором все цвета, всё это продумано, и этим занимаются какие-то сорокалетние дизайнеры, тётеньки, которые просто уже психологи. Они понимают, какой цвет мне надо здесь показать, чтобы я жрать захотел, пошёл в My Nearest Wendy's. Ты заметишь, что у них Facebook отдельно слева? То есть, прямо американцы? Я так понимаю... Ну, тут они понимают, что я по букве F читаю, я хоп и ушёл на Facebook сразу. Say something. Ничего не буду говорить. А этот, это Pinterest, кстати, самый такой, ненужный. Хотя казалось бы, пинить фоточки, но... В общем, здоровский... А, кстати, знаешь, что я хочу сказать? Вы присылайте свои сайты, мы тоже посмотрим их так же, как этот. Вдруг нам какой-то очень сильно понравится, мы будем его смотреть. Ну, если хоть кто-нибудь пришлёт... Ну, будет круто вообще. Да, то нам, естественно, понравится, поэтому... Не забывайте подписываться, ставить лайки, расшаривать видео, смотреть нас со всех соцсетях и проверять iTunes обязательно. Там мы, кстати, напоминаем, выходим в аудио формате. Вот здесь в конце подкаста могла бы быть ваша реклама, вашего стартапа типа FlirtMODZ или вашего франчайзинга. Или вашего Вендис. Да. И в начале она тоже могла бы быть. И тогда мы бы в iTunes тоже в режиме видео выходили. Но я думаю, в аудио, в принципе, неплохо слушаемся, поэтому пойдём будем монтировать дальше. Всем удачного дня. Пока.